Добрый вечер, уважаемые мои подписчики и гости, кто зашёл ко мне на мой канал. Вы знаете, я сегодня решила сделать расклад, хотя я не люблю такие расклады, как на соперниц. Вот, ну я сегодня хочу посмотреть на вашу соперницу, вот, и сначала мы погадаем, но на второй я, наверное, не буду гадать, а посмотрю, девочки, посмотрю я на цыганских картах. Я вот сейчас их разбросала, вот так вот. Загадайте её имя, мы сейчас перемешаем и посмотрим, что она замышляет против вашего крестового короля. Этот расклад, девочки, будут сделан для тех пар, у кого есть тройка в отношениях и кому изменяет муж с любовницей, да, тема любви. Вот, и мы посмотрим, что же замышляет ваша соперница, что она хочет от вашего короля. Почему она его не отпускает и держит при себе, как на поводке, тем более он ей не нужен, вот, ну, как бы, я так вижу, что он ей не нужен. Но, но всё равно она, как бы, держит его при себе, всё равно, как бы, что-то держит. Так, сейчас чуть-чуть вот так поверну, это мне прям в глаза свечка долбит. Вот так вот горит, пускай она свечка. Вот, и мы сейчас посмотрим, значит, крестовый это будет он, вот, она бубниха, как всегда, вот, если знаете её имя, фамилия, загадывайте. А вы будете у меня червовой, да, так скажем. Что-то карто у меня как-то не собираются. Намешала, намешала, вот, всё перемешала, всё перестусовала. Вот, и мы сейчас скажем, чтоб они нам всё рассказали. Ну, я другую, кстати, взяла колоду, не такую, как всегда. Сейчас я их это, как они у меня, смотри, не собираются. Как всегда, это что-то такое сверхъестественное. Вот, так, мы их помешали. Теперь загадайте её имя, если вы знаете. Если не знаете, просто скажите соперница или враг. Вот, вражина, бубниха. Или её имя. Если не знаете, то говорите сопернице. Вот. Мы сейчас посмотрим, что она замышляет против вашего крестового короля. И что она от него хочет. Так. Ну, вот она бубновая. Так. Давайте. Что у неё на сердце? Что у неё на сердце? Тридцать шесть карт. Четыре масти. Скажите всю правду, всю истину. Червовой даме. Вот. Я сейчас ещё раз помешаю. Ещё раз помешаем. Мы сейчас всё помешаем. Давайте. Скажите нам про бубновую даму. Тридцать шесть карт. Четыре масти. Скажите всю правду, всю истину. Червовой даме. Про бубновую даму. Ну и так. Что у неё на сердце? Так, что у неё на сердце? Девчонки, чуть-чуть приболело. Но это ничего бывает. Вот. Смотрите. Сейчас же у нас весна, поэтому... Вирусы всякие надо защищать себя, сами знаете. Вот. Кушайте квашеную капусту, девчонки. Квашеная капуста, в ней много витамина С. И когда идёт грипп, сезон гриппа. Вот. Квашеная капуста очень, кстати, помогает от гриппа. Вот. Она убивает все бактерии. Ну вот, смотрите. У неё, значит, на сердце удар. Неприятность какая-то. Что под сердцем? Что у неё под сердцем? Ваш крестовый король у неё под сердцем. То есть она его держит под сердцем. Не на сердце, а под своим сердцем, далеко от себя. Не допускает его к сердцу. На всякий случай. Что у неё в голове? О чём она думает? Одна чернота. Любовные переживания и слёзы. Так же есть вариант того, что она замышляет какую-то магию любовную. Тут как бы и ещё может проигрываться, как и закрытие, и измена. Так. Вот. Ну много вариантов, можно так сказать. Вот. Что же у неё на пороге? Что она притаптывает ногами? Притаптывает ногами вот его интерес по вечерней дороге. К ней стучится его интерес. И это будет по вечерней дороге. Что было? Что было? Что было, смотрите. В общем, она, любимая, очень любит себя. У неё прям её карты вместе идут. Вот у неё был интерес, так скажем, ионный интерес. И её разговор, что было у неё. Она себя очень любит. Ну да, тут, девочки, тут прям магия. И был разговор прям, вот смотрите. Злость и неприятный разговор. Девочки, ну тут вот в ряд идёт. Она магичит обратно на него. Тут вот в рядочек прям идут чернота. Смотрите. Вот. Магия, чёрная магия. Вот магичит. Восьмёрка пик. Смотрите. Девятка пик. Семёрка пик. Ну, о чём тут можно говорить? Ну, магия, сплошная магия. Она магичит на него, что было. Он стал невменяемый. И по своей любви у неё, у неё любовь к нему, но она пустая. Она пустая. Вот что у неё было. И вот что будет, смотрите. Что будет. Вот её будет ранняя дорога. Что у неё будет? Ранняя дорога. У неё будет ранняя дорожка, да? Вот его хлопоты. Вот его хлопоты. Его хлопоты. Она, знаете, о чём знает? Что он хлопочет о вашей любви и к вам хочет поехать по ранней дороге. Вот что она знает. И вот смотрите. Какой-то она будет у неё какой-то король. Вот благородный, да? Благородный король у неё будет. И хлопоты. Вот смотрите. Ваши хлопоты. Ваши хлопоты. То есть у неё будет ваш... У неё будут ваши хлопоты. Вот. Ваши хлопоты у неё будут. То есть она понимает, что он со своими хлопотами будет хлопотать о вашей любви и к вам дорогу он собирается. И это она знает по ранней дороге. И она знает, что его хлопоты будут ещё королю, к благородному. А король этот благородный, этот может быть... Это может быть человек военный в погонах. Или он в полиции служит. Или это его какой-то друг, через которого Бубниха хочет получить... Чтоб он получил деньги вот от этого короля. От благородного. И отдал деньги ей. Вот. И что она замышляет? У неё всё в черноте. Вот. Всё это по пусту. Вот. Но у неё будет... Вот она как-то следит за вашей жизнью. Она понимает, что он вас любит, что он собирается к вам дорогу, что он хлопочет. И поэтому королю, может быть, это его друг, может быть, брат, сват, отец, ну, какой-то благородный король. И хлопоты через этого короля. Вот это вот она знает. Сейчас скажу, что сейчас. Вот, смотрите, что сейчас у неё. А сейчас у неё... Вот, смотрите, что у неё сейчас. Сейчас у неё нечаянный интерес на ваш интерес. И она хлопочет при свидании к вам. Со своим свиданием, со своими хлопотами. Она хочет как-то что-то узнать о вас, нечаянно. И интерес она содержит к вам. Она наблюдает за вашей жизнью. Вот. И она содержит интерес нечаянный. Хлопоты при своём свидании к вам. И ваш интерес, она интересуется вами при своём свидании. Вот сейчас. И у них идёт неприятный разговор с крестовым королём. Вот. И вот она, понимаете, она у неё в будущем... Вот, смотрите, хлопоты. Она знает, что хлопочет хлопоты ваши. Лучше она за вами наблюдает по какому-то мужику благородному. Она ему говорит, иди возьми у него деньги. Или какие-то бумаги подпиши. Вот, крестовая, видите, идёт. А крестовая идёт на вашу любовь у неё. И она знает, что он вас любит. И хочет к вам пойти в дорогу. По ранней дорожке. Она вот так вот это всё выясняет сейчас. Понимаете? Так, ну, давайте дальше посмотрим. Ну, тут бубниха, она вся в чёрных энергиях. В тёмных энергиях она чёрная вдова. Так вот, по её рассуждениям... Ну, вот я смотрю, что она чёрная вдова. Она какая-то ведьма. Вот она магию делает. Там прям в ряд выстроилась магия. Семёрки, восьмёрки, девятки. И дама пик. Это вообще... Это что-то. Она прям вот... Это вчера она магичила. И она что-то на него сделала. Вот. И она его не отпускает. Она держит его при себе. Дальше. Вот что будет. Давайте я сейчас просто разложу. Смотрю, что будет. Что будет дальше? Что она замышляет? Вообще, она замышляет что-то сделать ему злое. Он это не понимает. Он убивается. Вот он как-то убивается, огорчается. Она тоже. Она хочет... Видите, у неё какие-то удары идут. Вот она что-то ему плохое хочет сделать. Но он этого не понимает. Потому что она его замагичила. Он ходит... Знаете, он зомбированный. Вот я вам как хочу сказать. Как зомби. Она его зомбировала. Но смотрите, вот он уходит от неё. Вместе с этим королём. Или это полиция. Она его посадит и сдаст в полицию. Или это его какой-то друг. Или брат, или зять, или кто-то там. Но какой-то благородный. Он с ним от неё отходит. Вот. Или всё-таки она его сдаст в тюрьму. Лишь бы он к вам не поехал. Что-то сделает. Но мы сейчас посмотрим. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Следит и у нее прям, знаете, вот удар идет в ее жизни. вот и как-то припозднилась она то есть как бы по вечерней дороге при по это уже по поздний такой удар она припозднилась и все-таки все-таки она думает что он вас любит она это переживает она понимает что он будет жить с вами в удовольствии и она получает удар от вашей любви остается она при вечерней дороге одна вот ну и сейчас мы еще вот так вот посмотрим вот он от нее он отходит она при ударе но ей сейчас идет по высшему суду по кармическому судов ей идут наказание от бога за все еди за все ее дела по вечерней дороге у нее дорога пустая с пустыми хлопотами вы знаете могу сказать что у нее какой то есть еще мужчина неудивительно вот и все это пустой даже у нее мужик тоже есть какой-то но все попросту представляете да и вот у него у нее у нее даже вот по вечерней дороге с пустыми хлопотами у нее есть мужчина с которым она имеет свидание то есть там получается уже что она вашему крестовому королю изменяет вот ударяется она конечно о том что ваш король поставил крест при разговоре с ней он поставил крест на нее вот при разговоре вот с какой-то дамы она разговаривала может быть это ее дочь может быть это соседка может быть это ее мать в общем она с ней разговаривала и получила неприятный разговор и тут в общем все неприятный было вся жизнь полетела крахом у нее вот и на вашу любовь вот смотрите она понимает что он вас любит вот что там крестом будет ваш король все равно к вам поедет она это понимает разговаривает о вашем разговоре это что он будет с вами видите то есть она понимает что он вас любит что он к вам поедет что он будет с вами разговаривать и что у вас будет с ним встречи и она в ударе она в шоке она вот вот и удар кладем ее на удар на нее пусть ударяется за свою магию она поплатится за все так что девочки вот удар на вот эту вот бубниху у нас даже свечка тухнет от такой бубнихи от черной ведьмы от черной ведьмы даже свечи начинают тухнуть представляете давайте еще погадаем посмотрим вот так вот мы посмотрим давайте еще посмотрим на нее вот так вот погадаем для нее для дома для ее сердца чтобы его что будет и чем сердце успокоиться для нее для дома для сердца чтобы он что будет и чем сердце и успокоиться и успокоиться давайте посмотрим вот для него что для нее для нее ужасная злость в крестовом доме при крестовом доме с крестовом доме с крестовом значит крестовой дорогой дальше для для нее для дома смотрите для дома для ее дома значит разговор о вас причем ранний разговор и также тут проигрывается но для ее дома переживание и любовь Болезненная любовь. Для её дома проигрывается ранний разговор. Вот, видимо, про вас разговор. И тут получается болезненная любовь в доме. Вот. Для её сердца. Для её сердца. Ну, для её сердца её любовь, конечно, как всегда, она себя же любит. При крестовом свидании у неё холодная постель и неприятность. И это всё заканчивается десяткой пик. То, что для неё, у неё на сердце, что любовь её закончилась. При крестовом свидании с вашим королём её любовь положен конец. Пришёл крах, пришёл конец. Вот, на её любовь с крестовым свиданием, с крестовым вашим королём, он положил крест. Это для неё, для сердца она это уяснила. Что было? Давайте посмотрим, что было. Там уж кармический коридор идёт. Она не будет с ним. Кто в кармический коридор ругается, уже эти люди жить не будут никогда. Что было? Вот смотрите, что у неё было. А был у неё разговор о том, что она просит какие-то белые бумаги, подписать у него какие-то договора. И она просит от него денежный интерес. У неё от него, от него, ей не нужна его любовь. Ей нужны деньги. Наконец-то всё это раскрылось. Что было при крестовом разговоре? Она просила его подписать какие-то договора, какие-то бумаги, какие-то, в общем, по закону что-то, чтобы он подписал, всё сделал и дал ей денег. Чтобы он выпросил денег и чтобы эти деньги были её. Тут финансы. Она просит с него финансы. Он ей не нужен. Что было, что будет. Вот смотрите, что будет. У неё будет удар из-за вашей... Из-за того, что крестовый король любит вас. Вот. И она это знала. А теперь вот это будет точно. Она узнает и она ударяется от того, что крестовый король любит вас. И она от этого, что будет, будет ударяться от вашей с ним любви. От крестового короля она ударяется, что крестовый король вас любит. И она, у неё шок и удар на всю её жизнь кладётся. И чем сердце её успокоится? Ой. Ну, сердце её успокоится двумя мужиками, конечно. Вот. Или, знаете, я вам могу сказать, что у неё есть надежда на какого-то благородного короля. И она хочет всё-таки вашего короля через вот этого короля уничтожить. Вашего короля крестового, дама-бубниха, хочет и держит надежду уничтожить через человека в погонах. Это, видимо, полиция или судья, или ещё кто-то. Она хочет уничтожить вашего короля. Либо она вот с этим королём, у неё будет тоже король другой. Вот у неё есть любовник, помимо вашего крестового. И вот она с этим королём хочет пойти вот к этому королю, чем успокоиться. И чтобы он закончил дела с вашим крестовым и отжал у него денег. Или чтобы ваш вот этот король за него, ну, если это его брат выпадает, то чтобы брат заплатил ей деньги за вашего крестового. Тут всё. Тут сейчас решается денежный вопрос. Она замышляет расправиться с вашим королём через деньги и забрать у него деньги. Вот такой вот расклад я вам хочу сегодня закончить. Вот. Ну, второй я брать не буду. Я вам рассказала на колоде, цыганской колоде, сделала диагностику. Вот. И желаю вам всего доброго, здоровья, взаимной любви. Приходите и не забывайте ставить лайки, писать комментарии для энергообмена. Подписывайтесь и обратную связь не забывайте, девочки. Обязательно нужен лайк для энергообмена. И не забывайте, что это расклад общий. Вот. Это не личный. Для личных раскладов вы мне пишите. Я оставляю свои контакты постоянно под этим видео. Плюс семь девятьсот шестьдесят три шестьсот двадцать три ноль два шестьдесят один. Вот. Пишите мне смс, и я вам обязательно отвечу. И сделаю вам расклад личный. А это расклад общий. Всего вам доброго. До свидания.